Ноль, раз, три, два. Расплачиваться в магазине не банковской картой, а взглядом. И это не сценарий утопического триллера, а будущая реальность. Пилотный проект уже запущен в крупных масс-маркетах страны. Оплата там проходит с помощью секундного снимка лица. Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо сдать свои данные в единую биометрическую систему. Это национальная платформа, которая позволяет гражданам проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам и получать по ним дистанционные финансовые услуги. Система уже действует во всех банках с 2018 года. А вскоре с помощью голоса, отпечатков пальцев и сетчатки глаз можно будет и приобретать сим-карты, не посещая салон связи. Такой законопроект буквально на днях правительство России внесло в Госдуму. Биометрию сегодня называют самым многообещающим способом идентификации, что объясняется надежностью, биометрические данные невозможно потерять, и простотой считывателей, которые встраиваются даже в смартфоны. В повседневной своей жизни биометрия широко шагает. Мы сегодня говорим, чтобы сделать таким образом, чтобы она исключительно была на пользу населения, чтобы не было каких-то проблем, связанных с ущемлением прав граждан. Исходя из социологического опроса, население относится к нововведениям с недоверием. Страх перед неопределенностью вполне оправдан. Человечество оказалось не готово к столь быстрым темпам развития технологий. Биометрия как явление уже есть в нашей жизни, а правовое обеспечение пока недостаточное. Сейчас эту сферу регулируют отдельные правовые акты, например, поправки в законе о персональных данных. Проблематику обсудили на межотраслевом форуме «Биометрия и право». С одной стороны, мы хотели посмотреть, как биометрия внедряется, что для этого нужно, какие компьютерные технологии используются, какие есть продвижения в этой сфере, как бизнес и экономика относятся к сфере биометрии. С другой стороны, мы хотели еще и посмотреть с точки зрения законодательного регулирования, то есть какие законы приняты в этой сфере и другие нормативные права, какие еще необходимо принять. Задача стоит выработка и разработка и обсуждение сегодня комплекса соответствующих нормативных актов, для того, чтобы была обеспечена всесторонняя защита интересов личности, все возможные интересы личности в цифровой, электронной, информационной среде. По итогам форума юристы, экономисты и представители регионального научного сообщества рассмотрели вопросы безопасности биометрии, ее стоимости и технологию внедрения. В Самарском университете планируют уже в этом году использовать биометрические данные студентов во время сдачи экзаменов. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.